МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, что вывело из себя водителя большегруза. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ На проспекте Ибрагимова он не поделил дорогу с иномаркой. Сдали нервы. Наркотические вещества имеются? На другом месте. Машин не будет стоять. Откуда она появилась? Вообще без понятия. На посту полиции задержали водителя с признаками наркотического опьянения. И уголовная ответственность за излишнее гостеприимство. В Казани ликвидировали наркопритон. Это и не только прямо сейчас. Грузовик «Ман» и «Митсубиси» не смогли разъехаться сегодня днём на проспекте Ибрагимова. По предварительной версии, водитель легкового автомобиля, только выехавший с прилегающей территории, начал быстро перестраиваться налево. Уведите на марку в слепой зоне, водитель большегруза уже не мог. Айрат Назипов. С места происшествия. Вам снимать, говорю! Несмотря на то, что водитель грузовика в этой аварии был невиновен, сам мужчина решил выразить своё недовольство в присутствии прессы во весьма грубой форме. Выбудет, что ты, б***ь, 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 б***ь. Как всё произошло, рассказал второй участник аварии. По рассказам водителя «Митсубиси», на дороге было плотное движение. Он выезжал со стоянки и пытаясь повернуть налево во двор, начал уже было перестраиваться в соседний ряд. Но, судя по всему, дальнобойщик, едущий по средней полосе, такого манёвра не ждал. Ну, я в ТВ залез. Ну, получилось. Включается у нас. Но он не увидел меня высоко, я сигнал, я вдруг поздно был. Водитель легковушки свою вину признал. Айрат Назипов, Адальмул Ахметов, выездов 112. Вахтовики из Татарстана попали в крупное ДТП на Ямале. На 77-м километре автодороги Новой Уренгой-Ямбург столкнулись с НЕФАС, перевозивший рабочих и МАС. В результате серьёзной аварии пострадали 17 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии. Всех на вертолёте госпитализировали в городскую больницу Нового Уренгоя. По данным местных СМИ, травмы получили жители Татарстана, Башкортостана, Саратовской области и Тюмени. Для работы с жертвами происшествия направлен психолог МЧС России. Сейчас открыта горячая линия по номеру, указанному на экране. На пересечении улиц Амирхана и Читаева провалился асфальт. Дорожное покрытие ушло под землю прямо на проезжей части. Глубина составила чуть меньше метра. Рабочие оградили место провала, чтобы туда не угодили автомобили. В результате происшествия на этом участке дороги образовались заторы. В Казани задержали 27-летнего мужчину по подозрении в убийстве 20-летнего парня. По версии следствия, потерпевшего бросила девушка и стала встречаться с подозреваемым. Тогда молодой человек решил поговорить с ее уже новым ухажером и договорился с ним о встрече. Однако в ходе разговора между ними вспыхнула ссора, в результате которой предполагаемый злоумышленник схватил нож и ударил им потерпевшего. От полученной травмы молодой человек скончался до приезда медиков, а подозреваемый скрылся с места преступления. В настоящее время задержанный свою вину не признал. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Внимание! Розыск! В Татарстане ищут без вести пропавшего Гизатулина Ильнура Рафиковича. По факту его безвестного исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По предварительной версии, 4 сентября 2017 года Ильнур Гизатуллин уехал на автомобиле марки «Ладо Ларгус» из дома. С улицы Батинчука в набережных Чулнах и до настоящего времени его местонахождение не установлено. На вид ему 30 лет. На шее имеется родинка размером 1 сантиметра, на груди татуировка с изображением скорпиона. Был одет в белый свитер с надписью «Москоу», синие джинсы и синие макосины. Про себе также был черный вязаный свитер с рукавами. Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, следователи просят обращаться по телефону, указанному на экране. В Нижнекамске ищут грабителя, пытавшегося вскрыть банкомат. Как выяснили полицейские, 5 апреля в 2 часа ночи неизвестный пытался вскрыть переднюю панель корпуса банкомата. Инцидент произошел на первом этаже жилого дома номер 49 по проспекту Химиков. На тот момент в банкомате находился 1 миллион 378 тысяч рублей. Однако похитителю не удалось добраться до денег, и он скрылся. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на тайное хищение чужого имущества в особо крупном размере». Выдал себя своим же поведением. На контрольно-пропускном пункте в набережных Челнах полицейские остановили автомобиль под управлением 44-летнего водителя. При проверке документов мужчина стал заметно нервничать, чем привлек внимание автоинспекторов. Вскоре стала ясна причина такого поведения. Анна Городнова продолжит. Автомобиль «Лада Гранта» дорожные инспекторы остановили на контрольно-пропускном пункте Тула-1. При проверке документов сотрудники ГИБДД обратили внимание на неадекватное поведение 44-летнего водителя. Как они заподозрили, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотические вещества имеются? Ваши не будет стоять. Откуда оно появилось? Вообще без полиции. В ходе личного досмотра полицейские изъяли бумажный сверток с веществом растительного происхождения, темного цвета. Изъятое позже отправили на экспертизу. Кроме того, стражи порядка установили, что мужчина недавно забрал водительское удостоверение. Ранее он лишался за управление транспортным средством в состоянии опьянения. И срок лишения завершился. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас водитель задержан, а его автомобиль находится на специализированной стоянке. Известно, что мужчину судим по статьям «Разбой», «Бандитизм» и «Незаконное приобретение», «Хранение», «Перевозка», «Изготовление», «Переработка наркотических средств». Не исключено, что в ближайшее время в этот список добавятся и другие. Анна Городнова, Арат Назипов, Вызов 112. Предоставлял свое жилье для употребления наркотиков, несмотря на неоднократные предупреждения. Полицейские казани задержали мужчину, подозреваемого в организации притона. По версии Стражи Порядка, хозяин квартиры регулярно принимал у себя гостей, нарушающих закон. Как административное наказание для него сменилось на уголовное, расскажет Лина Зинатулина. Эту квартиру полицейские уже знают, как свои пять пальцев. К мужчине неоднократно наносили визиты и предупреждали, чтобы всех подряд к себе не приглашал, за гостями смотрел и квартиру в наркопритон не превращал. Впрочем, ни совета участкового, ни административная ответственность хозяина квартиры не пугала. Его знакомые так и продолжали употреблять у него наркотические вещества, вплоть до его задержания. В квартире задержанного полицейские изъяли различные емкости, шприцы и другое оборудование, которое использовалось для синтезирования наркотиков. По данному факту, отделом дознания отдела полиции Фиулина возбуждено оголовное дело. По признакам состава преступления предусмотрено в части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации. Задержание притона с целью употребления наркотических веществ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Лина Зинатольная, Рад Назипов, Вызов 112. Как не нужно вытягивать автомобиль, почему не стоит снимать диких лист на камеру, и какими способами пытаются защитить птичью кормышку от грызунов? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Тянут, потянут, но так и не вытянут. Полным провалом закончилось поднятие разбитого автомобиля с крутого обрыва. Уже на финальной прямой оборвался трос, не выдержавший вес транспорта. Учитывая, что подобный сценарий повторился не раз, многих такой аттракцион не обрадовал. А этот мужчина получил хороший жизненный урок всего за полминуты. Встретив на улице лису, он начал снимать ее на камеру. Подзывая к себе и пытаясь разглядеть любопытное животное, он упустил момент, когда лиса стащила его кошелек. В итоге оператору пришлось устроить вечернюю пробежку. Продолжая снимать, он пытался догнать маленького воришку, но все усилия казались тщетными. Как признался автор, кошелек он нашел лишь на следующее утро в траве неподалеку. Если лиса умеет тащить все, что плохо лежит, то вот об этой белке такого не скажешь. Хозяину дома надоело, что пушистая воровка зачастую обчищает птичью кормушку, оставляя пернатых ни с чем. Тогда он решил смазать металлический шест оливковым маслом. Результат превзошел все ожидания. Тщетные попытки добраться до желаемого заставили грызуна пересмотреть свои планы. На чужую еду. Альбина Минебаева, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова